Ах, смысл, смысл, смысл. Почему мы так отчаянно стремимся понять, что же хотел сказать режиссер? Почему невозможность осознать специально усложненное произведение не дает нам уснуть по ночам? Жажда поиска истины толкает нас на просмотр бесконечных разборов кино, видеоигр и живописи. От людей, любящих предавать вещам, намного больше глубины, чем подразумевала изначальная задумка автора. Всем нам знаком синдром поиска глубинного смысла. И даже если вы сами этим никогда толком не занимались, наверняка встречали достаточно людей, так сказать, страдающих этим недугом. При этом протекание этой болезни разнится от пациента к пациенту. Некоторые будто бы специально смотрят кино, задающее вопросы, только ради того, чтобы прийти в ярость, осознав, что не имеют на них ответов. Другие же, в довольно прямолинейных историях и простых темах, пытаются разглядеть нечто большее, придумывая себя в голове собственный сценарий увиденного. Но что-то я забегаю наперед, позвольте мне сверва объясниться. Недавно я снова начал смотреть кино. Вернувшись не только к своему списку под названием посмотреть, но и к фильмам, которые напоминают мне о себе снова и снова на протяжении долгих лет. Хотя сказать по правде, я просто немного устал от видеоигр. И если раньше я не мог смотреть кино, потому что в нём нельзя принять непосредственного участия, отыгрывать персонажей, вкушать комплексные системы и механики, то на данный момент я с радостью откидываюсь в своём ужасно неудобном кресле, которое калечит мой позвоночник, и просто пялюсь в экран по несколько часов подряд. Да, с играми я делал то же самое. Разница лишь в том, что в кино нам показывают уже заранее прописанный сценарий, без возможности на него повлиять, что снимает всё связанное с этим напряжение. Для меня это стало особенной формой отдыха, позволяющей отвлечься от постоянной тяги над чем-то работать. Однако мой мозг не может просто сидеть и спокойно созерцать. Ему обязательно нужно что-то ещё. Потому сейчас я работаю над тем, чтобы научиться анализировать фильмы. Ведь очень долгое время я просто принимал их как должное, не задумываясь над ракурсами, монтажом, цветокоррекцией или почему многие до сих пор снимают на плёнку, учитывая, что цифровые камеры имеют очень весомое преимущество. Чёрт возьми, даже несмотря на то, что сам фильм мне не особо понравился, я всё равно был очарован иногда я думаю о смерти Рэйчел Ламберт, а в частности выбором соотношения сторон и ракурсами, ломающими устоявшиеся правила съёмки, дабы вызвать у зрителя ощущение неловкости и замкнутости. Да, это сугубо фестивальное кино во всех смыслах, но мне просто нравится наблюдать за тем, как изменился кинематограф за последние годы. Хотя в случае с четвёртым сезоном настоящего детектива, который я тоже посмотрел на волне своего возросшего интереса к этому самому кинематографу, я начинаю опасаться, что некоторым людям просто не стоит доверять написанию сценария. Такого плевка в лицо я не получал уже давно. И это при том, что я не большой эксперт в оценке сценариев. Но стоит признать, что с визуальной точки зрения сезон всё-таки довольно неплох. Хоть и не имеет какой-то внятной атмосферы. Вообще, все эти размышления привели меня к мысли о том, что набрав должный уровень экспертизы, в какой-то момент я так же дойду до точки выгорания, как и с играми. Но что поделать. Мои интересы постоянно скачут туда-сюда от одной абсцессии к другой. Но сейчас не об этом. На данный момент по уровню насмотренности я не смогу сравниться даже с самым заурядным синефилом. Потому скорее всего никогда не возьмусь за разбор фильмов. Но возможно, моя нехватка опыта и своего рода наивность в данном случае являются преимуществом. И как человеку, посвятившему 90% своей жизни видеоиграм, хорошо это или плохо, вопрос другой, позвольте мне провести аналогию именно с ними. Чем больше игр вы проходите, тем чаще начинайте замечать в них похожие элементы, примеряя на каждую новую игру свой предыдущий опыт и делая прямые сравнения. Это может не только изменить восприятие игры в целом, но и напрямую изменить впечатление о ней. Допустим, механика парирования вам уже отлично знакома по нескольким играм, в которых была хорошо реализована. И тут вы, скажем, начинаете новую метроидванию, в которой она тоже есть. Но оказывается, что для того, чтобы парировать удар врага, нужно жать кнопку не до попадания удара по вам и даже не в сам момент попадания, а на долю секунды позже. Наверняка первой мыслью будет «Блин, что за дерьмо?». И, стоит сказать, это будет вполне нормальной реакцией. Просто эта мысль появляется у вас в голове благодаря сравнению данной игры с теми предыдущими. Большинство решений вроде того же тайминга парирования принимаются с какой-то определенной целью, передавая креативное видение тех, кто над этой игрой работал. Потому заведомо предвзятое отношение за стороны игрока может здорово помешать ему проникнуться этой самой игрой. Потому нехватка опыта в чем-либо, на мой взгляд, не является непосредственно чем-то плохим. В моем случае скорее даже наоборот. Позволяет смотреть на фильмы в своего рода вакууме, без каких-либо ненужных сравнений и лишнего шума, которые только мешают оценить произведение таким, каким оно есть. Я считаю, что для того, чтобы понять преобладающее большинство фильмов, их достаточно просто посмотреть. Звучит глупо, но позвольте объяснить. Под этим я подразумеваю именно внимательный просмотр без каких-либо отвлекающих факторов. Мне хорошо известно, как многие люди смотрят фильмы, включив их на лежащем где-то на столе телефоне, пока занимаются своими делами. При этом я не элитист, который смотрит кино исключительно на 56-дюймовом OLED-телевизоре с 5-канальным звуком и освежителем воздуха с запахом попкорна. Просто я столько раз видел, как отличные фильмы просто слушают на фоне, иногда поглядывая на экран в самые громкие моменты. Что, на мой взгляд, как-то неуважительно, что ли? Я не говорю, что смысл фильма невозможно уловить, лишь послушав его как аудиокнигу. Но визуальный язык кино является слишком важной частью каждой картины для того, чтобы его просто игнорировать. Да и факт того, что мы живём в мире, в котором всё расценивается как контент, тоже даёт о себе знать. Куча стриминговых сервисов, пытающиеся залезть в наши карманы, и огромное количество молодых режиссёров, работающих на них буквально за еду, в итоге приводит к перенасыщению рынка и обесцениванию самого продукта. Но для тех, кто делает морально правильный выбор, плавая под чёрными парусами, всё ещё хуже. Ведь количество доступного контента, созданного за всю историю существования кинематографа, просто зашкаливает. И в данном случае он ещё и бесплатный. Потому не мудрено, что многие люди, попросту не обращая внимания, двигаются от одного фильма к другому, на следующий же день вовсе забывая об увиденном. И тут мы приходим к главной теме этого видео. Ведь есть те, кто наоборот патологически любят искать во всём смысл, а также те, кто обожают его объяснять. Ещё со времён, когда люди начали выражать своё видение на целлюлоидной плёнке, появилась традиция поиска смысла в увиденном, порой заходя так далеко, что сами режиссёры удивляются фанатским интерпретациям их работ. Само собой в том, что произведение провоцирует зрителя на философские раздумья, нет ничего плохого. Кроме разве что заносчивости и снобизма, который за этим часто следует. Но важным фактором является то, что все эти люди, находящие скрытый смысл даже там, где его возможно и нет, в первую очередь руководствуются как раз своей интуицией и эмоциями. О чём всегда интересно слушать, если человек от всей души рассказывает о том, чем по-настоящему увлечён. Если у кого-то получается доверять своим инстинктам, наплевав на мнение большинства, почему этого не может сделать каждый? Почему мы так сильно пытаемся по-настоящему всё понять? Потому что боимся оставаться в неведении? Или может всему виной страх порицания со стороны окружающих? Какой бы ни была причина, мне кажется, что в первую очередь за этим стоит поиск некой завершённости, индикации того, что мы обладаем всей нужной информацией. И зачастую это связано с тем, что, по нашему мнению, хотел сказать режиссёр. Правильно ли мы всё поняли? Или же стоит посмотреть какой-нибудь разбор, в котором случайный человек из интернета расскажет нам значение каждой метафоры и символизма так, чтобы мы поверили в его историю, будто это истина? Отличным примером этому являются работы Дэвида Линча, которые имеют стойкую тенденцию вызывать реакцию, которую никак не описать, кроме «Что я, чёрт возьми, только что посмотрел?». Не волнуйтесь, я не буду признаваться в любви Линча, претенциозно объясняя его величие как творца. Таких видео уже и так предостаточно. Хоть я и могу слушать интервью с ним часами напролёт, наблюдая за тем, как он, делая магические движения рукой, заглядывает в глубины своего извращённого разума за ответами, я всё же не назвал бы себя его фанатом. Я люблю Твин Пикс, но половину второго сезона мне хотелось оставить связанной на горящей лесопилке. Вона впыла его сексом. А третий сезон я просто бросил, потому что не смог терпеть, как долго и скучно нам показывают эмоциональное состояние агента Купера. И это при том, что я также люблю фильмы Николаса Виндинга-Рёфна, в которых персонажи могут просто вдумчиво сидеть, смотря в стену целыми минутами хронометража. Однако отрицать, что работы Линча обладают особым шармом, попросту невозможно. Они будто бы являются лихорадочным сном, в который погружают зрителя при помощи своей фирменной абсурдности, как в плане визуальной, так и звуковой составляющей. Бросая её в глаза как песок, из-за которого порой тяжело разглядеть главную тему его фильмов. Хорошо это или плохо, каждый волен решить для себя сам. Мне лично интересно не само значение всех странностей, а скорее, сколькими из них можно пожертвовать, отбросив их, дабы увидеть, о чём фильм пытается сказать на самом деле. Например, убрав все странности, становится очевидно, что «Шоссе в никуда» — это история об измене, ревности и о том, на какую ментальную гимнастику способен человек для оправдания своих действий. А «Твинфик сквозь огонь» объясняет, что самым большим злом в первую очередь является сам человек. Вообще, у Линча часто всё сводится к тому, что в каждом человеке есть тёмная сторона, в том числе и в «Синем бархате». Хотя порой весь фильм может оказаться метанарративным рассказом истории появления самого себя, как Малховен Драйв. И само собой это не является эксклюзивной фичей только его фильмов. Убрав весь символизм, можно заметить, что «Неоновый демон» про то, что в хищном модельном бизнесе, который умеет только совращать и пожирать, нет места для слабости и невинности. Персональный покупатель, а боли от утраты близкого человека и неспособности двигаться дальше. Перл – о социальной изоляции и о том, как психологические травмы меняют людей. А «Враг» – про то, что с человеком может сделать рутина повседневности. И на последних двух примерах я бы хотел немного остановиться. Фильм «Враг» Дениса Вильнёва лежал в моём списке ещё с момента его выхода, и добраться до него мне удалось буквально недавно. Я заранее знал, что фильм часто является причиной вызова пояснительной бригады. Поэтому при просмотре попытался запомнить как можно больше деталей, чтобы потом было проще всё обдумывать. В этот раз я не стал заморачиваться с нахождением самого лучшего Блю Рэй Рипа, посмотрев фильм в одном из так называемых онлайн-кинотеатров. После чего мне стало любопытно, что о нём думают люди в комментариях. Вообще, читать комментарии к фильмам и сериалам – моё небольшое хобби для поднятия настроения. Ведь ничто не вызывает улыбку лучше, чем жертвы марвелизации кино, негодующие по поводу того, что сюжет не подали им прямым текстом. Полин, опять прозвучало будто я чёртов сноб, но честное слово это не так. В общем, читаю её, значит, комментарии в духе «Волнейший бред, даже не думайте тратить на это время» и замечаю несколько спрятанных подметкой спойлер объяснений сюжета. Передо мной появилась дилемма – побороть свой интерес и проигнорировать эти сообщения, оставшиеся своими собственными выводами, или же узнать, о чём шла речь на самом деле. Конечно же, я выбыл второй вариант, но перед этим я какое-то время посидел в попытках составить собственную трактовку сюжета. Затем, я дрожащей рукой нажал на поле с пометкой «Спойлер» и бегло прочитал содержимое. И чёрт возьми, как же я был разочарован. В моей голове я придумал гораздо более интересное объяснение происходящему, чем подарил мне этот сухой текст, скопированный из какого-то другого источника, который наверняка тоже не был оригиналом. Почему мне было так трудно принять существование вещей, которые я не понимаю, и остаться при своём мнении? Зачем было рушить придуманную мной теорию ради простой и банальной правды? Стоит сказать, что я всё же был довольно близок к разгадке, хоть и принял некоторые элементы символизма как важные для основной истории, в частности, открывающую сцену фильма. Но это привело меня к очень важному выводу. Порой истинный смысл нам знать вовсе не обязательно. И тут, с вашего позволения или без, я просто обязан процитировать Дэвида Линча. «Ты вкладываешь столько усилий в создание фильма, ставишь все его элементы на нужные места, используя прекрасный язык под названием кино. И как только он закончен, люди хотят, чтобы ты перевёл его обратно в простые слова. Это грустно, это пытка. Когда в фильме больше конкретики, это оставляет совсем немного пространства для интерпретаций. И чем абстрактнее он становится, тем больше возникает вариантов интерпретации. Но в глубине души люди всё равно понимают значение лично для себя». По сути, он имеет в виду, что люди могут увидеть в одном и том же произведении абсолютно разные вещи. И вместо того, чтобы искать объяснения и заверения где-то извне, мы должны довериться собственной интуиции, что порой задача явно не из лёгких. Даже причины посмотреть тот или иной фильм могут значительно отличаться от человека к человеку. Так, например, мой друг мог бы посоветовать мне персонального покупателя, сказав что-то в духе «Эй, Кристен Стюарт в этом фильме показывают полностью голой! Два раза!». В то время как настоящей причиной моего интереса к фильму было то, что я просто люблю грустное кино и уважаю Стюарт как актрису. Точно по такой же схеме каждый увидит в том или ином фильме что-то своё. И это абсолютно нормально. Поскольку тараканы в наших головах на вкус и цвет абсолютно разные, вещи, резонирующие с одним человеком, другому могут показаться скучным нытьём. Но фанатам скучного нытья, наоборот, будет над чем поразмыслить. Опять же, ссылаясь на Линча, истинное значение фильма – это способность вызвать определённые эмоции у зрителя, заставить его что-то почувствовать, а не просто рассказать ему историю. Порой важно понять не то, какой смысл был вложен в сцену, а то, что она заставила нас почувствовать. С этим можно не соглашаться, но мне кажется, что проникнуться атмосферой фильма и не понять его до конца намного ценнее, чем понять всю историю полностью, при этом ничего не почувствовав. Такое ощущение, кстати, у меня возникло после просмотра невыносимой тяжести огромного таланта, с Кейджем и Паскалем. Да, фильм прикольный, в нём много самоиронии, и большинство зрителей, кажется, приняли его на ура. Но когда он закончился, кроме слов «ну ок», у меня в голове больше ничего не осталось. Я не говорю, что в фильме обязательно должно быть пространство для размышлений, но порой приятно прогонять увиденное в голове и прийти к какому-нибудь интересному выводу. И приятнее всего, когда это даётся без какой-либо помощи извне. Какой смысл загадки, ответ на который вы просто решаете загуглить, вместо того, чтобы дать себе немного больше времени на поиск решения. Это как узнать секрет фокуса, который вам так нравился. Да, вам очень хочется знать, как он делается, но неизвестность и пространство для домыслов куда интереснее. К тому же, эти самые фокусы и загадки отнюдь не всегда требуют высокой мозговой активности. Например, в последнее время YouTube несколько раз предлагал мне видео под названием «Почему вы не поняли Perl?» и у меня, само собой, сложилось впечатление, что в этом фильме будет много непонятных моментов. Именно из-за боязни сформировать ожидания до просмотра я очень часто даже не смотрю трейлеры к фильмам, которые мне интересны, в надежде посмотреть их, зная как можно меньше информации. Однако уже добравшись до конечных титров с прекрасной улыбкой «Мей Год» на фоне, у меня вообще не осталось никаких вопросов. Серьёзно, это очень прямолинейная история. Не без странностей, конечно, но в ней нет того уровня абстрактности, которого я ожидал. Я далеко не самый умный человек на планете, но единственное, что я не понял в Perl, и простите за тавтологию, так это что здесь можно не понять. Вполне возможно, что на моё восприятие повлиял фильм «Экс», для которого Perl является приквелом, который я абсолютно случайно решил посмотреть первым, опираясь исключительно на своё настроение в тот момент. Оба фильма являются частью одной истории, с теми же локациями, с той же «Мей Год» в главной роли и снятой одним режиссёром. Я, кстати, с нетерпением жду его третьего фильма из этой серии, «Максин». Но Perl полностью ощущается как самостоятельное произведение, действие которого происходит за 60 лет до событий «Экс», отсылая друг к другу лишь одной локацией, несколькими похожими кадрами и парой персонажей. И даже пока я пишу эти строки, мне всё ещё хочется кликнуть на это чёртово видео, просто из любопытства. Ведь что, если я не прав? Что, если я многое упустил? Я вижу в этом фильме разные подтексты, которые могли бы стать частью какого-нибудь видеоэссе «Часа на три». Но вот понять наверняка имеющиеся в нём отсылки и символизм самому, мне просто-напросто не хватает насмотренности. Это ловушка, из которой есть очень простой выход. Посмотреть это проклятое видео, или прочитать какой-нибудь обзор. Но знаете что? С меня хватит. Как насчёт того, чтобы бросить поиски истинного смысла и довериться собственной интуиции. Начать бороться с желанием быть умнее тех, кто оставляет негативные комментарии под каждым артхаусным, по их мнению, фильмом. Вместо этого, обратить внимание на то, какие чувства нас вызвало просмотр. Сформулировать своё личное мнение и остаться при нём. Даже если кто-то скажет, что оно неправильное. Если я захочу верить, что действия всех фильмов Линча происходят в одной вселенной, в которой Лора Палмер после смерти стала феечкой, никто не сможет меня остановить. Помните, как я ранее очень уверенно описал смысл целых восьми фильмов? На самом деле, я наверняка пару раз промахнулся. Чёрт, может вообще ни разу не попал. Но это не имеет никакого значения. Потому что я изложил то, что увидел в них сам, руководствуясь исключительно своими эмоциями после просмотра. Мы не обязаны знать всё на свете. Некоторые вещи специально созданы, чтобы вызывать вопросы. Вопросы, на которые мы должны ответить для себя сами, делясь выводами друг с другом и порождая дискуссии. Это куда ценнее прочтение какого-то комментария с пометкой спойлер, составленного за нас, будто бы принесённого нам на блюдечке. И один из таких вопросов – так ли важно, что на самом деле хотел сказать режиссёр, если сам фильм и является этим разговором? Каким будет на него ответ решать исключительно вам? Но в следующий раз попробуйте довериться своему чутью и принять следующее за этим чувство неизвестности. Ведь истинный смысл находится в глазах смотрящего. Что ж, это видео было неплохим отступлением от игровой тематики. Я уже писал в одном из своих постов, что раз уж видео про Dead Aim показало себя достаточно плохо, несмотря на гигантский объём вложенных в него усилий, я решил не браться за такие масштабные проекты. Да и в целом у меня уже давно были идеи для небольших видео, в которых я по сути делился бы своими мыслями на разные темы и выпускал бы время от времени. Так что будем считать, что это первая из них. Не волнуйтесь, от игр мы с вами никуда не уходим. Просто как и следует из этого видео, я пытаюсь больше доверять своей интуиции и делать видео о том, к чему у меня ещё остались чувства. И надеюсь вы останетесь, чтобы посмотреть, что из этого всего получится. Потому что, честно говоря, мне и самому интересно. Вы очень поможете мне, поставив лайк и возможно даже подписавшись на канал. Да-да, без призыва к действию в наше время никуда. Также у нас есть дискорд с небольшим, но качественным комьюнити. И канал на твиче, где я иногда стримлю. Также, также выражаю благодарность спонсорам на ютюбе. И снова говорю, что на данный момент это является единственным рабочим способом поддержки канала. И да, я понимаю связанные с этим проблемы. Но я всё ещё в поисках нормального сервиса с донатами. Сейчас я смотрю в сторону чего-то вроде кофе или buy me a coffee, что оказывается не одно и то же, хотя в принципе одинаковый. Но если у вас есть варианты получше, я готов их выслушать. Огромное спасибо за просмотр. Мирного неба вам над головой и увидимся в следующий раз.